Иконостас Иконостаса едем по темноте С не меньшими предосторожностями Добрый вечер, как ваши дела? Пока везет, пока жив еще Не могу обещать, что долго Знаете, все рука Господня Владелец просил называть себя Просто Карл Он известный литовский ученый, но лицо потребовало закрыть 2 миллиона евро, его стартовая цена За Иконостас, слишком большие деньги Для Вильнюса Недавно Карл узнал, что российские чиновники Вдруг охладели к его иконам У меня создается впечатление Что Это произведение Искусства, этот исторический Памятник, эта церковная Реликвия Стала заложником Каких-то Департаментских Междепартаментских игр Или политических А как хорошо все начиналось 2 года назад Макаренко привез в Голландию Экспертов из Московского Кремля Эксперты были в восторге Первое впечатление, конечно Иметь еще новой памятник Древней русской живости вообще Для нас это большая И потом он очень хорошего качества Это большая редкость Фонд по возвращению Иконостаса лихорадочно заработал Готовился визит Путина в Голландию И схема была проста Крупнейшие голландские предприятия Сбрасываются, покупают иконы И преподносят российскому президенту Но случился норд-ост Визит отменили И работа фонда забуксовала Даже известнейший Российский кинорежиссер Ничего не смог сделать Звонит человек Очень известный Патриот Достаточно высокого уровня И говорит, что он Разговаривал с президентом Президентом поручил Разобраться с этим И при возможности Вернуть этот иконостас Все складывается замечательно Но возникает Министерство культуры И человек со временем Уходит в сторону И специалистов, которые Прежде восхищались сейчас Как будто подменили Это вещи не для экспозиции Большого музея И цена, которую за них требуют Конечно, непомерно высока Все ли дело в цене? Коллекционер Карл рассказывает Ему неоднократно поступали предложения Продать иконостас втридорога Так легче всего наварить на сделки Я это не принимал По нескольким причинам Одна абсолютно обычная Это чистая человеческая осторожность Потому что и сейчас, и в те времена Возьмешь один А потом с тебя потребует три И никаких черных щитов В Министерстве культуры Какую-либо заинтересованность отрицают Вы хотите продать вещи Конечно, вы говорите, что это настоящий Словецкий иконостас Если вы будете говорить, что это не Словецкий иконостас Вы просто ее не продадите Но в битве за реликвию сошлись титаны Извините, ребята, а кто же тогда отвечал два года назад И кто ответит за слова Отвечаете за свои слова Если вы так непрофессионально провели Тогда ту экспертизу Тогда сделайте независимую Слизко бросила клич состоятельным православным Чтобы выкупить святыню до аукциона Но их имена, пароли, явки держат в секрете Рядом с коллекционером Карлом Неотлучно представитель Тамойкинс фэмили Семья русских эмигрантов Тамойкиных Живущих в Канаде Они оплачивают все расходы Внесли залог с условием, что иконостас Пока продаваться не будет На всякий случай Тамойкин предупредил Что от покупателей из Америки и Японии Отбоя нет Если говорить об аукционной продаже Мы уверены, что планка сделки Значительно превысит цифру в 10 миллионов евро Если вдруг случится так Что никто из России Не откликнется на наши усилия По возврату реликвии в Россию То вы, уважаемые друзья Будете свидетелями таких торгов Звучит как ультиматум Павел Селин, Наталья Шибанова Дмитрий Хавин и Антон Передельский Телекомпания НТВ Амстердам, Москва Дмитрий Хавин и Антон Передельский Дмитрий Хавин и Антон Передельский